Девчата с Воронежских. Так называют себя пенсионеры промышленного района Самары, которые занимаются скандинавской ходьбой. Тренировки проходят в парке Воронежские озера три раза в неделю. Этот массовый доступный спорт развивается при содействии федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Людей серебряного возраста объединила тренер-общественник Татьяна Степных. Я думаю, что, во-первых, они стремятся к здоровому образу жизни, потому что у меня группа 70 плюс в основном, поэтому физическая культура, она помогает в жизни. Мы делаем ряд упражнений здесь, которые способствуют в зимнее время не падать, то есть мы там на баланс делаем всякие упражнения. С утра пришли, позанимались на заряд бодрости, заряд хорошего настроения. Руки-ноги работают, все в порядке. И плюс еще вот общение, конечно. Марина Нестерова, бывший педагог, сейчас на пенсии. Скандинавской ходьбой занимается несколько лет. Рассказывает, многим этот вид спорта помог восстановиться после инсульта и других заболеваний. Общение вышло за пределы тренировок. Пенсионеры вместе ходят в походы и в театр. Все пожилые люди, я хочу сказать, практически очень мало, не пенсионеров, которые отдали свою жизнь любому производству, получили возможность заниматься. Мы отмечаем, как хороший этот парк, сколько деревьев просто высадено, какой красивый вход со стороны московского шоссе. Парк Воронежские озера трижды становился победителем всероссийского голосования по выбору общественных пространств. Два этапа благоустройства уже завершены, а третий начнется в текущем году в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Это стало возможным благодаря активности жителей, три года подряд голосующих за преображение территории. Жители нашего района, нашего города, они очень активно это восприняли и участвовали очень активно в голосовании. Поэтому сейчас идет третий этап благоустройства парка Воронежские озера. И здесь, знаете, очень важно, что жители в этом очень активно участвуют. И в голосовании, и в тех моментах, когда происходит обсуждение, что должно быть на территории парка. Скоро стартует новое голосование за благоустройство общественных территорий. От активности жителей зависит, победит ли парк Воронежские озера в четвертый раз и преобразится ли территория уже в следующем году. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События. Григорий Плешаков, События.